Время стремительно летит вперед. Будни и то и дело сменяются выходными. Только и успевай строить маршруты. И я с удовольствием это делаю. На этот раз я решила отправиться в Витебскую область. Яблоневые сады, музеи, архитектура, история, оригинальная кухня. Этот регион кладезь для туриста. Сегодня мой маршрут я строю по Шарковщине и району. Сегодня я прогуляюсь по яблоневым садам в деревне Большие Алашки и познакомлюсь с деятельностью известного селекционера и садовода Ивана Сикоры. Пройдусь и даже проедусь на велосипеде тропами художника Езе Подраздовича. Попробую спич блин на колоде и поучаствую в гульбищах староверов. Эх, программу я себе придумала знатную. Только вот как добраться до Шарковщины? Итак, несколько раз в день с Минского автовокзала отправляются маршрутки. Займет дорога около трех часов, а стоить проезд будет 15 рублей. Можно добраться поездом. Ехать нужно до станции Шарковщизна. Стоимость билета в плацкарте чуть более 10 рублей. На автомобиле расстояние в почти 200 километров вы преодолеете за два с половиной часа. Маршрут лежит через Бегомль, Докшицы и Глубокое. Впервые Шарковщина упоминается в 1503 году как имение Зиновичей. Стоит город на берегу реки Десна. По легенде, когда-то давно в этих краях жил пан и трое его сыновей. Младшего за серые глаза прозвали Шарочок. Между сыновьями старый пан разделил свои владения. Как-то раз Шарочок вместе с сынишкой Янкой пахал свой участок поля. Когда ребенок упал, отец отправил его отдохнуть, а тот принялся копать ямку и нашел крыничку. С тех пор люди стали ходить за водой к Шарочку, а позже поселились здесь и стали называть местность Шарковщиной. Вот такая история. А вот и одна из старейших достопримечательностей города – Свято-Успенская церковь. Храм в Шарковщине построили в 1912 году. Деньги на его возведение выделил император Николай II. С тех пор церковь ни разу не закрывалась, службы здесь проходят и сегодня. Церковь в этом месте существовала еще с 16 века. И ни разу за столько веков верующие не переставали сюда приходить. Здесь всегда находился храм. Представляете, насколько намолено это место? Но именно этот деревянный храм был построен по инициативе местного священника Константина Жданова в начале прошлого века. Сейчас он причислен к лику святых и очень почитается местными жителями, которые с благодарностью вспоминают всю его деятельность. Это вельми цикавая особа такая была, цикавая. И все справа в том, что когда он принял после Батский храм старый, он одразу начал писать с 1901 года, начал писать виленскую духовную историю, начал просить про то, как створить комитет будовничий и будовать новый храм того, что старый был уже небеспечный для того, как там проводит службу. Писал он много и долго, в течение нескольких лет. В 1905 году его прошение дошло до императора. Николай II дал добро на строительство, и большая часть средства на строительство храма была выделена также по указу Николая. Константин Жданов сам участвовал в строительстве вместе с рабочими и все силы отдавал на создание храма. Это был человек высокой и духовной культуры, треба сказать, и отказности вельми великой. И он каждый вечер рабочий, а тут рабочие працывали же бесплатно, які работали на этом будовничестве, он им робил угощения. Вечером они сидели, сначала робили то, что сделано, робили планы на завтра. И сам он настолько активно принимал такие уделы в этом храме, затем он построил этот дом для бедных людей, бездольных, как теперь бомжами. И он их кормил за сродки церкви. И треба сказать, то, что его канонизовали, это в людской памяти заховался, его образ заховался, как образ человека, который вылучался все-таки своей добротой, своей относительной вообще для людей. Храм был построен за четыре года, и вот уже больше века остается главной святыней города. Из Шарковщины я направляюсь в деревню Лужки. Известна она с 1519 года и связана с именем Сапегов. Именно они были в то время владельцами имения. После Сапеги в 1699 году гетьман Сапега отдает это имение полоскому подвоеводичу Роним Ижаду, который, приехавший сюда, очень полюбил нашу местность. Более того, он начал думать о процветании наших Лужков. Он приглашал сюда разных ремесленников, освобождал их от телесных покараний, от барщины, только для того, чтобы Лужки процветали. В это время Лужки активно стали населяться евреями, талантливыми ремесленниками. Кстати, в Лужках это заселение происходило не так, как в других местечках. Евреи строили дома не в отдельных районах, а в центре поселка, рядом с коренными жителями. Характерна еврейская архитектура и сегодня сохраняется в самом сердце Лужков. Вот, например, эти красные домики были построены где-то в 18 веке и до сих пор используются как жилые. В каждом домике было два входа. Один с двора, второй парадный, который вел на улицу. В каждом еврейском доме был магазинчик. В свое время в Лужках насчитывалось 20 торговых точек. Был в Лужках и свой банк, аптека, две синагоги и еврейская школа для мальчиков до 12 лет. В 1858 году в одной из еврейской семьи родился мальчик под именем Лазар Тирельман. Именно этот мальчик и стал отцом еврейского языка, еврейского еврита. Потому что долгие годы он работал над тем, чтобы возобновить этот язык, который много тысячелетий существовал только на языке молитвы. То есть уроженец Лужков, Бен Ягуда, возродил иврит, язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Стоит ли говорить, что память о нем почитают не только жители Лужков, но и евреи по всему миру. На открытии этой мемориальной доски к нам сюда в гости проезжал правнук самого Бен Ягуда и с послом еврейским из Минска. А еще в Лужках можно найти руины старинной синагоги. Кстати, существует такая версия, что все-таки синагоги в этом здании не было. По канонам в синагоге должна быть сплошная стена без окон. Здесь таковой нет. Однако старожилы запомнили этот объект именно как синагогу. Отсюда и вывод, что какое-то время это здание точно использовалось в таком качестве. Известно Лужке своим православным храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Она, кстати, ни разу не закрывалась с того момента, как была здесь построена. Изначально храм строился в 18 веке как униадский. Это была прямоугольная постройка в стиле барокко. В 19 веке храм переходит к православным. Тогда же надстраивают купол и чуть позже колокольню. Чуть поотдаль возвышается и католический храм невероятной красоты и особой эстетики. Костел святого Михаила Архангела уникален. Подобных ему в мире всего несколько. В чем его особенность, расскажу прямо сейчас. Две высокие башни построены не в одной плоскости, а как бы полукругом, таким образом приглашая верующих пройти внутрь храма. Строился костел в середине 18 века на средство полоцкого каштеляна Валериана Антония Жабы, который в то время основал в Лужках монастырь Ордена Пиаров. Спустя столетия монастырь был закрыт. Здание перешло к православным верующим. Только после Первой мировой вновь перешло к католикам. Однако после Великой Отечественной войны почти полвека костел бездействовал. Его здание использовали как склад минеральных удобрений. Когда-то в храме было много икон, но во времена советских гонений они были вывезены. Нынешнее убранство относительно современное. Все элементы собирали силами здешних служителей, прихожан и соседних общин. Однако в интерьере костела частично сохранились фрески 18 века. А вот еще одна особенность храма – подвальное помещение. Там находится усыпальница фундаторов костела. Это усыпальница рода тех самых основателей монастыря. Я честно признаюсь, думала, что будет небольшое помещение, а здесь довольно просторно. И, надо отметить, прохладно очень. Мне немного в таких местах становится как-то жидковато аж. Кровь стынет. Пойдемте. Вот такая богатая на историю достопримечательности замечательная деревня Лужки. Тем не менее, нужно двигаться дальше. Мой путь лежит в деревню Германовичи. И первая остановка – здание старинного усадебного комплекса, сохранившееся с 18 века. В конце 18 века в Германовичах появляется целый усадебный комплекс. Главное здание, усадебный дом построено в традиционном для того времени стиле – классицизме. Любопытно то, что старинное здание используется и до сих пор. Сегодня здесь размещен музей, в котором рассказывают о жизни и творчестве известного художника Езе Подраздовича. Пойду узнаю все подробности. И сразу же меня встречают работы художника, яркие и узнаваемые. Вот такие малеванные диваны – визитная карточка Драздовича. Обратите внимание, каждый сюжет он украшал растительным орнаментом. Татьяна, я знаю, что Драздович родом из Глубокского района. Какое отношение он имеет к Шарковщине? Ну, вы ведаете, большая частка его життя проведена у нас, у вездки Германовича и в околице. Когда он служил российским войске, он после войска вернулся до нас, у Германовича, в 1919 году, где створил аматорское обедание «Заранка». В Усть-Премь была библиотека, школа и аматорский театр. Объединение это было достаточно масштабное, насчитывало почти 100 человек. Драздович некоторое время его возглавлял. После недолгого отъезда снова вернулся в Германовичи и недалеко от деревни открыл белорусскую начальную школу. Говорят, он очень любил путешествовать по окрестностям Германовичей, а зарабатывал на жизнь тем, что рисовал диваны-маливанки. Кстати, в музее можно увидеть его картины сюжетами, посвященными любимой деревне. Например, это картина такая цикавая, везка Германовича, 1935 год. Это пейзаж, едущие звездки Лужки, и мы бачим наш костюм на этой картине, и в уголку Страверскую дровлянную царку. Это вельми цикавая архитектурная побудова. А в вашей галерее это все оригинальные работы Драздовича? Амаль, только графичные работы, это у нас ксерокопичные. И вот эта великая картина Ляскова, якою Драздович пишет в своих дюняках, про якою, что это самая радостная картина, вот, у его жити. Это так само копия, а оригинал находится в Национальном историческом музее, вот. А в нашем музее находится у фондах 38 музейных предметов именно работы Язепа Нарцезовича Драздовича. Познакомившись с Германовичами по работам Драздовича, можно отправляться на очное знакомство с деревней. От музея пролегает специальный туристический маршрут – тропами Язепа Драздовича. Его можно пройти пешком или проехать на автомобиле или велосипеде. По дороге видишь все то, что так любил изображать на своих картинах и коврах Драздович. Деревенские домики, природа, костел на холме. Это храм преображения Господня, построен в конце XVIII века в стиле виленского барокко. Костел был поводобанный в 1787 году на сродке помещика Ширина и уже больше чем 230 годов упрыгоживая нашу вёску. Цикаво, что в этой храме был основан, как униятская церква, опеки про Святой Богородицей. И нигде после 1805 года был передаден католикам. С этого часа и по сегодняшний день у костеле служили 25 ксендул. И каждый из них зарабил свой унесок, как наш костел за все упрыгоживал нашу вёску. Верненьков было вельми шмат. На площадку основания костела их было около трех тысяч. Сейчас приход насчитывает на порядок меньше верующих. Но тем не менее местные жители очень гордятся этой своей достопримечательностью и с удовольствием рассказывают о ней туристам. От костела мой путь лежит к деревенскому кладбищу. Минавито тут похована мать Языпа Дроздовича, Юзефа Яновна Нарцизова Дроздович. Язып Дроздович мараў аптым, што ён поставить помнік на магілі мати. Але так як ён був біднаваты, то ёму гэта не удавалася. І тому ён замывіў ў вёсце утраница божьотую пліту, дзе латінкай написано прозвіща мати і гады яе жыцця. І ещё художник хотел навсегда увековечить здесь слова, которые часто ему повторяла мама. Пройшло житё, молодости, краса, як рання роса. Житё – хвилинка увечнасти. Шарковщинский край очень разносторонний. Здесь живут хранители самых разных традиций. Староверские обряды, обычаи и даже блюда. За всем этим отправляюсь в деревню Бельдюги, где до сих пор сохраняют эти традиции. Здравствуйте! Здравствуйте! Сердечно вас приветствует любительское объединение кухни, игры и апрадов «Сароверские стряпухи». Мы люди-кутники, а в народе москалин. Умеем и праздники праздновать, и слепанину стряпать. Заходите, дорогая гость, в нашу избу. У нас сегодня гульбище. Ну и так. Ой, девки, давайте патяна полеселим, давайте? Давай! Ой, давайте пару ему поищем. Я буду крутить наше коло, а вы говорите. Батян, батян, крути коло, дам курицу нам и коло. Батян, батян, крути коло, дам курицу нам и коло. Батян, батян, крути коло, дам курицу нам и коло. Ой, поймать курицу. Ой, курица, крути, курица, батяну коло. Раньше такой игры я не видела. Чем-то напоминает «колечко-колечко, выйди на крылечко», но со своей национальной изюминкой. Помню, в детстве всегда боялась быть пойманной. Так, а теперь гадание с валенком. Надеваешь его на ноги и отправляешься в путь. Какой же тебе встретиться с ужиной? Лысый, богатый, молодый, неженатый, худый, старый, горбатый, куча дятей, хозяин, ближе к порогу, не оставайся дома замуж. Лысый, богатый, молодый, неженатый. Ой, бабки, плоды, вы неженаты у нас. Ну, хоть так. Ну, а после гульбища, веселья, по традициям, каждый гость приносит свое блюдо. У кого чем богат урожай. А традиционное блюдо – капустник. В пост без мяса, в обычные дни с мясом и, конечно, сметаной. Ммм, вкусненько очень. Ой, Костя, наш капустник понравился. Девки, давайте себе делить. Все ингредиенты натуральные, с огорода. Оттого и такие вкусные блюда. Все вкусно. Накормили меня на убой. Спасибо большое. Ой, какая гостья хорошая. Чуть-чуть покушала уже и на убой. Вот такая она, староверская кухня. Вкусная и щедрая. Где ж ты была, Катенька? Где ж ты была, Катенька? Ой, роза-роза, Катенька. Ой, роза-роза, Катенька. На десерт я, пожалуй, попробую яблоки. За этим отправляюсь в деревню Большие Алашки. Яблочная столица. Именно так называют Шарковщинский район, и это неспроста. Потому что именно здесь жил и творил в деревне Большие Алашки знаменитый селекционер и садовод Иван Сикора. Иван Павлович Сикора – учитель по профессии, садовод по призванию. Родился в небольшой деревне Алашки. Здесь он занимался садоводством. Выводил новые яблочные сорта, чем всячески прославлял родную деревню. Это наш выдатный земляк, и он садовод. Займаусе селекцией розной гатунку. Яблок, груш и не только. Вывел некольки форм ляшчины. Займаусе выведением махрового безу. У его усадзе, нават у послевоенный час, уже были ремондантные суницы, были персики, виноград. А на углу это был вельми адекватный человек. Иван Сикора вывел несколько сортов яблонь, но самый известный и популярный и назван в честь создателя сорт Сикора. В этом кабинете Иван Павлович провел большую часть своего життя. В этот кабинет так само наведывали многие ознакомитые люди в его часу, с кем он переписывался, с кем было сяброство. Среди этих людей и Лев Николаевич Толстой. Его портрет, который висел в кабинете Сикоры, знаменитый писатель прислал садоводу лично. Дружил Сикора с художником Сергеевичем, писателем Максимом Танком. Вторая страсть Ивана Сикоры после садоводства – это книги. У Ивана Павловича была богатая библиотека. Он был очень начитанным человеком. Односельчане к нему обращались не только за яблоками, черенками, но и еще за литературой. И в целом Иван Сикора был человеком открытым и великодушным. Ему о малькожный день приходили десятки писем с просьбами. Нейка Гнассения, Чаранку, Капперослава. И он за все отказывал на все эти просьбы. Ни один лист он не покинул без отказа, без уваги. Вот таки был человек. Все садовеческие эксперименты ученый проводил здесь, в Валашках. И сегодня возле его дома-музея продолжают плодоносить яблоневые сады с самыми разными сортами яблок. Это уникальная яблоня. Когда-то на ней выращивалось одновременно 12 сортов яблок. Это экспериментальная часть сада. Ее высаживал лично Иван Сикора. Он экспериментировал сортами яблок, скрещивал их. И что из этого получилось, можно попробовать прямо сейчас. Красивая здесь территория. Неужели вы все сами, своими руками и поддерживаете эту красоту? Но у нас невеликий коллектив працуевый музей. Але мы усе свои силы отдаем для того, как бы саправды заховаць тое, что засталося от нашого знакомитого семляка. И хочется, как наши дети, внуки тут так само побывали и подзявилися на эту прагажусь. Крыты для всех желающих, а особо предприимчивые школьники приходят сюда, собирают яблоки, продают и потом на вырученные деньги покупают краски, альбомы и другие школьные принадлежности. Так что любому туристу здесь всегда рады. Особенно по осени, когда самое время собирать урожай. Думаете, на этом угощения шарковщины закончились? Нет, тут-то было. Это очень гостеприимный край. Я приехала в деревню Радюки, чтобы попробовать фирменное блюдо народной кухни «Блины на колоде». Ну и, конечно, приобщиться к песням и танцам. Запрошаем гости до нас в этот светлый радостный час. Дай нас там! Вас витая народный клуб национальной кухни «Груца». «Груца! Груцы любят готовать, смачно гостя частовать, что стояло на обрусах ежей протка у белорусов». Местные хозяйки за 24 года существования клуба собрали сотни рецептов здешнего края. Многим из них не одно столетие. А теперь предлагают, давайте попробуем приготовить. Когда сковорода смазана, выливаем тесто. Главное – действовать быстро, пока колода не успела сгореть. Так что хозяйки для такого действия должны быть умелые. Честно говоря, более атмосферной и веселой готовки у меня еще не было. Свежий воздух, костер, душевные песни, танцы – настроение соответствующее. Так, ну не все ж мне смотреть и танцевать. Буду пробовать и сама испечь блин. Все по технологии. Надеюсь, мой первый блин будет никомом. Ну, а сейчас все за стол. Теперь, конечно, самая вкусная, но и волнующая часть, потому что немного я что-то переживаю пробовать свой блин. Надеюсь, все получилось. Не подвел блин на колоде. Хотя здесь на столе и других угощений море. Вот такие веселые, песенные, танцевальные, душевные получились блины на колоде. Спасибо, дорогие хозяюшки, за такое гостеприимство. Путешествие в Шарковщину оказалось таким насыщенным, что до сих пор голова идет кругом от впечатлений. А это значит, поездка удалась. Присоединяйтесь к моим маршрутам, стройте свои собственные, открывайте Беларусь с новых ракурсов. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин